Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Сибирский Сад и сегодня я еще раз хотела поговорить про дубочки. Как посадить, прорастить и вырастить вот такие дубочки я вам показывала. Сейчас я хотела немножечко другую тему осветить. Столкнулась с тем, что некоторые излишки вот этих дубочков наших сибирских я предлагала людям посадить. И люди видят, что, я говорю, надо вот дуб посадить, у меня есть уже выросший. И когда они видят вот такой росток, буквально на 10 сантиметров, они несколько смущаются и считают, что это очень маленький, его рано садить. Представляю, что дуб должен вот таким уже деревом быть. Поэтому я вам что хотела показать. Вот такой дубочек, вот такой маленький дубочек, небольшой совершенно, вот он из земли вот так торчит. Уже просто осень листья свернулись. Что имеет такой дуб? Он имеет вот такой корень. Вы видите это? Вот, вот, вот смотрим. Вот я вам специально показываю на стиральной машинке. От конца стиральной, от конца, так не входит немножко, да? От конца, то есть вот стиральная машинка 60 сантиметров. Сейчас я вам так покажу. Вот, вот если брать от кончика этого корня, то вот он идет, 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 и вот только появляется наш этот дуб. Это получается порядка, ну, наверное, сантиметров 70-80. Также у этого, такие длинные корни, это двухлетний саженец. То есть вот примерно за первый год вырастает на 10 сантиметров, 10-12 сантиметров. И на следующий год добавляется еще столько же. Так вот двухлетний саженец, это уже много для пересадки. Так что, друзья, не гонитесь за большими саженцами, так же примерно, как и плодовые растения. Один, два, три года не более для плодовых растений. Для дубочка, я бы сказала, год-два. Почему я вам их показала? Так вот, такую яму выкопать на 80 сантиметров, чтобы посадить вот такой маленький дуб, это уже сложно. А если вы хотите приобрести большой дуб, уже большое деревце, то понятно, что его корневая система, если бы он рос на свободе и развивался, она будет гораздо длиннее. И вы не сможете посадить так, как ему положено, чтобы он шел вот так вертикально вниз, вот это все вниз шло, чтобы он рос нормально, не скрюченный. Поэтому, пожалуйста, друзья, не гонитесь за большими саженцами. Такие крупные, мощные, сильные деревья, как дубы, они имеют очень мощную корневую систему. Стержневая корневая система, которая уходит глубоко вниз. Это не укорененные там черенки туи с небольшими корешочками. Дуб выращенный из желудя имеет длинные корни. И высаживать его надо в первый, но максимум во второй год, не более. Это то, что я вам хотела сказать про дубы. То есть его корневая система очень длинная, стержневая. И, пожалуйста, не мучайте его, не калечьте, не, вот как вот у меня получилось, не выкопало до конца, оторвался. Хотя вот этот младший, но у него вот такой корень. А с вами канал Сибирский сад. Небольшие советы. Сегодня это про дубок. Кому интересно, как прорасти желудь, можете посмотреть видео. Здесь вот ссылочки будут на один и второй мой ролик. Кстати, это первый ролик на канале о том, как проращивать желуди. С него я начинала свой YouTube. И пусть дубочки растут у вас. Пусть растут на радость вам, нам, учитывая их долголетие. И пусть наша планета будет более зеленая, более красивая. До встречи на канале Сибирский сад Людмила Борисовна. Кстати, не забудьте отметить видео, поставить лайк или написать комментарий. Пока-пока!